Галексфальгус это деформация первого пальца стопы. Появляется она вследствие поперечного плоскостопия, которая деформирует первый палец стопы, то есть плюсневые кости стопы становятся шире, пальцы хотят быть вместе, за счет этого образуется угловая деформация переднего отдела стопы, которая приводит к болевому синдрому в области первого пальца, а также дискомфорт на ношение обуви. Чаще всего ее же называют косточка на ноге или подагра. Галексфальгус имеет несколько степеней, то есть это длительный процесс, в котором из первой степени не спеша он переходит в третью. Чаще всего к нам пациенты обращаются уже в запущенной стадиях деформации, так как уже это приводит к выраженным болевым синдромам и уже дискомфорт на ношение обуви. Как это выглядит на макете? Я попытаюсь это все показать, то есть первая плюсневая косточка становится дальше, а пальцы хотят быть вместе и образуется вот такая деформация. Поперечное плоскостопие это когда все плюсневые кости стопы, они становятся шире, стопа становится, скажем, такая ластообразная. Консервативно данная патология не лечится, лечится только оперативным путем. Но мы всегда пациентам говорим, что нужно делать операцию лишь в том случае, когда качество жизни пациентов ухудшается, то есть появляется постоянный болевой синдром и пациенты начинают принимать противовоспалительные препараты, а также ношение обуви вызывает постоянный дискомфорт. Часто обращаются пациенты, деформация у которых на двух стопах, бывают пациенты, которые обращаются с деформацией на одной стопе. Какую-то динамику мы определить не можем. Во время операции наша основная задача выстроить плюсневые косточки так, чтобы они стояли ровно. То есть мы ломаем головку плюсневой кости и передвигаем ближе к второй, третьей, четвертой. То есть мы уменьшаем свод стопы путем перелома также делаем остеотомию, то есть выравниваем фалангу для того, чтобы палец смотрел ровно. Также смотрим, если есть деформация или натоптыши на второй, третий, четвертой плюсневых костях, мы делаем остеотомию и поднимаем головки плюсневых костей вверх, так чтобы они не давили на свод стопы. Тем самым сближаем плюсневые кости и образует арочка. Стопа повторяет нормальную анатомию. Мы разработали для наших пациентов комфортное предложение. 37 тысяч гривен операция на обеих стопах одновременно, плюс обувь Барука в подарок. В эту стоимость входят все необходимые расходы, включая нахождение в стационаре и фиксаторы. В послеоперационном периоде наши пациенты используют обувь Барука. Она, в отличие от гипсовой иммобилизации, позволяет передвигаться с первых дней, не пользуясь костыленами. Галексфальгус – это видимая деформация переднего отдела стопы, но перед тем, как мы планируем оперативное лечение, мы пациентам рекомендуем выполнить рентгенограммы с нагрузкой для того, чтобы мы видели углы и сделали правильное предоперационное планирование.